В Самарской области инфляция повысилась до 5%. Экономисты связывают это с ростом мировых цен на продовольствие на фоне не очень хорошего урожая, в том числе и в России, где в этом году собрали меньше картофеля и яблок. Сокращение посевных площадей и урожая сахарной свеклы привело к ускорению годовых темпов роста цен на сахар. Подорожание сахара в ноябре компенсировало длительное снижение стоимости этого продукта в предыдущие годы. Если присутствует повышенный спрос или урожай текущего года по ряду продуктов несколько меньше, чем в предыдущем году, цены растут заметнее. Избыток какой-либо продукции, напротив, приводит к торможению или даже некоторому снижению цен. Именно это мы и увидели в прошедшем месяце. Развитие конкуренции между производителями молочной продукции, сыра, свинины способствовало замедлению годовых темпов роста цен на эти продукты. Основной вклад в ускорение инфляции – непродовольственных товаров, несли автомобили и ювелирные изделия, которые продолжают пользоваться стабильным спросом. Рост цен на стиральные порошки, зубные щетки, бритвенные станки, напротив, замедлился благодаря маркетинговым акциям, которые проводили производители. Годовые темпы роста инфляции продолжают сдерживать динамика цен на моторное топливо. В результате действия компенсирующего механизма годовой прирост стоимости бензина составил 2,4%, как и в октябре. В 2021 году должны преобладать факторы, сдерживающие инфляцию. Банк России во взаимодействии с правительством принимает все необходимые меры для приближения инфляции к уровню в 4%. Для России это считается оптимальным, так как позволяет экономике развиваться и в то же время сохранять покупательную способность рубля. Медленнее всего в текущем году дорожали услуги связи. Кроме того, низкий спрос на поездки заметно сказался на стоимости проезда в поездах дальнего следования. Продолжение следует...